Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.00 по GMT статистика по инфляции в еврозоне. К этому отчету мы тоже долго шли, потому что ставили на ослабление европейской валюты из-за того, что индекс потребительских цен остается в устойчивой нисходящей тенденции, чего, например, нельзя сказать про индекс потребительских цен в США. И снижение инфляции в еврозоне приближает вот это решение Европейского центрального банка начать смягчать национальную монетарную политику. Я думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас просто зашкаливает вероятность того, что ЕЦБ снизит процветную ставку в июне. Если это произойдет, соответственно, европейский регулятор будет одним из первых центральных банков, который перейдет к смене риторики, и это может усилить давление на главный валютный риск. Опять же, рассматривая евро в связке с долларом, мы понимаем, что здесь на долгосрок формируются условия для того, чтобы поторговать именно контрастом монетарных политик, разницы процветных ставок, поскольку американский регулятор, даже если, например, прийти к тому, что индекс потребительских цен, который снизится в прошлом месяце, получит тенденцию для продолжения, и мы увидим и через месяц, и через два сохранение подобной динамики, все равно американский регулятор, когда максимум, когда сможет согласовать первое снижение процветной ставки, это сентябрь. Поэтому на контрасте того, что ЕЦБ может существенно на повороте обойти американский регулятор и буквально за несколько месяцев смягчить экономическую политику, ну, я думаю, то, что евро точно в такой фундаментальной среде явно не достойно того, чтобы торговаться так высоко. Помимо данных по инфляции, сегодня в 14.55 по GMT нас ждет прямо под закрытие торговой сессии еще несколько выступлений представителей чиновников американского регулятора Кашкари, Воллера и Дели. После отчета по инфляции до тех пор, пока не выступит Джером Пауэлл, нам нужно будет как губком впитывать каждый тезис, каждое слово ближайшего окружения Джерома Пауэлла, потому что это, по сути, будет подсказкой для нас, что стоит ожидать дальше от американской монетарной политики, потому что мы можем на эту тему рассуждать сколько угодно, но все-таки эти люди ответственны за те решения, которые становятся фактом для всего рынка и решения, которые влияют на то, что на этих финансовых рынках происходит. Индекс доллара 104.50, текущие котировки мы восстановились уже с локального уровня поддержки 104 и я думаю, что при такой динамике, при том, что восходящая тенденция сохраняется и мы ждем несколько еще выступлений чиновников РС, которые обычно поддерживаются жестких и ястребитных взглядов, я допускаю то, что доллар вернется в район 105 пунктов, индекс американской валюты. И, по сути, друзья, даже несмотря на то, что на этой неделе был столь важный отчет, который должен был бы прояснить и уточнить перспективы американской монетарной политики, мы будем закрывать ее в районе 105 пунктов, ровно там же, где были неделю назад и две недели назад. И нам придется снова ждать дополнительные фундаментальные триггеры, снова копать глубже, чтобы понять, в целом все-таки настроен ли американский регулятор на то, чтобы менять вектор текущей монетарной политики. По данным по инфляции, я думаю, вы все помните, снижение на 0,1% с 3,5% до 3,4% в годовом выражении, базовая инфляция скорректировалась с 3,8% до 3,6%. Но она все равно остается существенно выше целевого значения американского регулятора. Как отметили уже многие экономисты, одного хорошего отчета, в оси совершенно недостаточно, чтобы компенсировать три месяца рост инфляции в подряд. Я как раз про это говорил. Вчера из выступлений стоит отметить заявление Нила Кашкари, главы ФРБ Миннеаполиса, который отметил, что не верит в дальнейшее снижение инфляции устойчивыми темпами. Другой представитель ФРС, глава ФРБ Нью-Йорк Уильямс, в принципе, озвучил такую же точку зрения и дал понять, что нужно гораздо больше макроэкономических данных, чтобы делать какие-то объективные выводы. Сегодня такую же риторику мы можем услышать и от доллара и дейли. Кстати, сегодня также будет повторно выступать Кашкари. Поэтому, резюмируя по доллару, я допускаю, что вот этот вот импульс коррекционный, пока что он сохранится до уровня 105 пунктов, а там уже будем на следующей неделе снова смотреть на повестку экономического календаря и думать, что от американца ждать дальше. Золото 2376 долларов за Труйсконцию пока что удерживают длинные позиции. У нас невыполнена цель, недостигнутая целевой ориентиры на отметке 2400. При текущем фундаменте, при сомнениях и такой явной нерасторопности и покупателей, и продавцов по доллару, я думаю, что спекулятивно эта сделка имеет еще потенциал для того, чтобы быть реализованы, и золото сохраняет потенциал для того, чтобы коснуться локального максимума 2400 долларов за Труйсконцию. Евро против доллара 1.0858. Данные по инфляции. В фокусе внимания трейдеров пока что евро снижается второй день подряд. Что по ожиданиям по инфляции? Инокс потребительских цен в апреле в годовом выражении 2,4%, скорее всего, такая же оценка будет базовая, показатель 2,7%. Могут быть сюрпризы снижения инфляционного давления на на целых 0,1%. Поэтому, если этот прогноз реализуется, то тогда можно будет прям смело с вероятностью 99% говорить о том, что ЭЦБ снизит смягчить монетарную политику и снизит процентную ставку в июне. Это может усилить распродажи евро и, соответственно, стать причиной возвращения главного валютного риска в район поддержки 1,08. Доллар иена 155,80. Рынок продолжает оцепляться за данные по темпам экономического роста японской экономики. Данные крайне удручающие, прям катастрофа статистическая, потому что в квартальном выражении показатель снизился на 0,5%, в годовом на 2%. И основная причина, как отметили эксперты, это значительное снижение потребительской активности. Этот термин нам очень знаком, если делать связку и проводить аналогии с другими регионами. То есть, когда мы сталкивались с таким понятием, как снижение потребительской активности, мы прекрасно понимали, ну, скорее всего, это по той причине, что инфляция зашкаливает. И знали, как банка, должен центральный банк реагировать на повышение инфляции. Но в Японии совершенно другая ситуация. Там нет высокой инфляции. Инфляция на одном из самых минимальных уровней среди всех развитых стран. Я вам скажу, что есть другая причина снижения потребительской активности. Это значительное ослабление национальной валюты, что приводит к росту стоимости импорта. И здесь уже нужно решать эту проблему другим способом. Например, проводить жесткую монетарную политику, потому что в этом случае курсы национальной валюты получат поддержку. Я давно выступаю за то, чтобы японская иена росла против американского доллара. И в таких данных, честно говоря, вижу еще больше оснований для того, чтобы мы удерживали лонг по иене против американца. И, соответственно, шартили пару доллар-иена. Американский фондовый рынок 5 318 пунктов. Здесь, друзья, просто режим ожидания тотальный. И прогноз роста активов в районе 5 500 пунктов. Доллар канадец 1,3625. Я рассчитываю на то, что рынок нефти все-таки перейдет к снижению. Прогноз тоже не меняется. 80 долларов по барреле – это все еще актуальны на целевые ориентиры. И это должно усилить давление на канадский доллар. А американская валюта, как я уже отметил в начале своего выступления, и так пока чувствует себя довольно неплохо. коррекционно сегодня и может и дальше расти против рисковых инструментов. Сантимент по рынку нефти все такой же, как и несколько дней назад. 70% трейдеров остаются в длинных позициях. Поэтому ждем 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!